друзья в этом видео я хочу вам показать некоторые из тех материалов которыми я пользуюсь и некоторые из них мы будем пробовать сегодня впервые то есть я буду пробовать а вы смотреть что из этого выходит и какие-то мои выводы на происходящее смотрите что у нас здесь есть есть здесь две масляные краски это мастер-класс питерская краска и вот такая вот oil master ferrario иностранная да она очень такая светленькая вот я их тут уже вымазала на палитру палитра у меня пластиковая это палитра стоит около 20 рублей я ее использую буквально с двух сторон вот смотрите это очень удобно оказалось и такой небольшой лайфхак смотрите вот вот это у меня уже использована я писала большую картину маслом то есть она уже вот такая жесткая я пыталась использовать деревянные палитры но у меня честно говоря не получилось они у меня зарастали маслом и потом трудно было чистить вот и я что сделала смотрите видите там уже закрашена то есть я мастихийно или там ножом до сапожный нож очень удобен такой со скошенным лезвием вот я счищаю все что можно остатки чтобы не отмывать растворителем то есть чтобы не травиться этим запахом white spirit а я просто беру и замазываю белым акрилом и все у меня палитра снова готова к работе очень удобно сейчас когда у меня уже эта палитра довольно давно как просохла то есть я не работала маслом месяца два наверное да она все хорошо просохла поэтому я могу просто взять перевернуть работать на другой стороне с этой стороной будет то же самое то есть когда я ее попишу до маслом она уже у меня вся запачкается я с ней сделаю то же самое отскребу все что лишнее и замажу белым акрилом таким образом палитру можно использовать много раз мне показалось это очень удобно к примеру есть еще бумажные палитры но я честно говоря мне не пользовалась и мне кажется что это не очень экологично все таки бумага тратится во вторых как-то у бумаги есть свойство гнуться и сейчас мы это лицезреть будем с вами но смотрите две краски да я взяла обе светлые такие не слишком насыщенные и вот еще одна деталь на это масленки я перебрала несколько разных видов масленок вот остановилась на вот этой значит первый вид у меня был пластиковый такой беленький с черной крышкой что у нее получилось по факту использования там тоже была прищепочка она прищепилась к палитре в любое место можно вот нацепить вот таким образом так вот у пластиковой баночки из крышечкой с пластиковой же у нее поехала геометрия то есть она просто взяла и искривилась и крышка перестала подходить то есть ну представляете такой конфуз когда ты куда-то что-то переставил где-то или на пленэре не дай бог да и потом когда ты идешь домой у тебя просто вся сумка будет в этой жидкости то есть там тройник у тебя или растворитель ну все все классно в общем вся сумка воняет работа перепачкана тюбики с краской тоже идиллия такая художественная вот поэтому я как только-то искривилась от растворителя под действием до этих агрессивных веществ я и убрала вот потом я купила металлическую одинарную вот точно такая же только вот в одну баночку все было хорошо мне очень понравилось что там там внутри резиночка вот кстати смотрите здесь она вот в крышке вот прям внутри на самом деле если открыть сейчас вторую мы увидим что там возможно крышка крышечкой да вот видите крышечка снимается резиночка остается это вот то же самое произошло с резиной под действием вот этих растворяющих веществ здесь у меня тройник тут разбавитель номер 4 вот то есть резинка тоже деформируется она вываливается но на по крайней мере плотно закрывает вот это все стоит очень долго но эти немножко я капнула вот она стоит очень долго и она не испарилась до сих пор самое обидное когда из тройника испаряется растворитель и ты потом этой кашей кашей пытаешься рисовать это не очень комфортно быстро все засыхает и в общем неприятно поэтому чтобы заново не подливать не портить пропорции которые там есть потому что все на глазок потом уже происходит я приобрела наконец-таки двойную и вот это очень классно потому что теперь у меня здесь может быть одна жидкость и тут 2 я ее могу по очереди открывать могу не за корни закрывать до конца прям просто нахлобучить эту тут крышечку и так и оставить в общем очень удобно вот этот вариант я жалею что я не купила самого первого раза едем дальше кисточку сегодня для таких упражнений и опытов я буду использовать самую простую это вот алиэкспресс что-то там вообще артист браш зинфинг какой-то не знаю в общем просто ту которую не жалко я которая у меня идет для таких эффектов дымка когда нужно трепать кистью просто безбожно вот и вот такой альбом sonnet вот он сейчас весь не влезает из-за того что у меня камера на три ноги стоит ну вот смотрите да sonnet альбом для эскизов значит а 5 и 230 грамм на метр квадратный я купил этот альбом в кирове в надежде что ура наконец-то у меня будет какая-то бумага на которой можно будет то есть не портить холстик а попробовать что-то сделать на бумаге ну там акрилом или маслом да то есть такое что обычно первое что приходит на ум надо холст но холсты они всегда дороже я обрадовалась купил этот альбомчик но радость была недолгой то что он для эскизов это верно но посмотрите это вот был акрил и он смотрите я вот его здесь разбавляла тут вот он погуще остался блестеть но что я заметила такую неприятную вещь видите он промокает то есть бумажка это промокает и соответственно что с ней происходит когда она могла сейчас она сухая она вот более-менее вот видите разровнялась но это она такая бугристая вся как акварельная так вот она в работе когда вы будете рисовать на ней эскиз акрилом она будет точно такая же потому что в акриле там есть добавление вот это вот жидкость до похоже на воду она испаряется и остается акриловая смола которая сцепляет краску вот точно так же если вы заметили меня здесь вырван лист хотя альбом вроде как новый ведет себя и масляная краска на этом же на этой же бумаге я сделала бы такие выкрасы маслом да это вот вам не показалось все блестяще это все масло и вот смотрите что нашлось вуаля мы видим что масло все протекает у нас внутрь то есть она проходит сквозь бумагу если бы это все я не вырвала из из альбома то это бы все прошло на следующий лист в общем мелочи приятно как говорится и вот к чему я пришла какому выводу вы смотрите когда из краски выходит масло масло что должно делать оно должно полимеризоваться то есть оно должно застыть и внутри него застыть вот этот пигмент именно поэтому грунтуют холсты именно поэтому бумаги для масла не должны быть вот такими пропитываемыми то есть пропитка должна быть водоотталкивающая а вы посмотрите все прошло так вот бумага тут же втягивает как салфетка буквально втягивает масло и краска на поверхности остается почти беззащитная то есть она проживет недолго у меня это просто мазюка но вот если вы будете рисовать что-то и в рамочку вставлять имейте ввиду что масло сразу все выйдет а если это еще и растворителем сделать да у нас получается ну вот такая вот такая вот картина в общем этот альбом я считаю что разве что побаловаться помазать красками может быть действительно использовать его как палитру бумажную если уж он в руки попал но даже вот это вот текстура красивая да вот это вот такая под холстик она не дала вот ощущение этого удовольствия от рисования вот так что это товар относительно дешевый вот этот альбомчик стоил 400 рублей поэтому так на всякую ерунду хватит то есть например ухватить какие-то цветовые нюансы на пленэре может быть еще что-то вот кстати сохнет на нем я бы не сказала что быстро хотя масло же проходит внутрь но высыхание не ускоренное вот кстати сегодня мы с вами будем еще пробовать вот такую штуку это ликвин для мелких деталей специальная разработка виндзор ньютон может быть не знаю они разработали ли не они ну в общем вот такая жидкость ликвин написано что она дает высыхание побыстрее вот спидс драйвинг да то есть она ускоряет высыхание масляных красок вот давайте пробовать судя по тому что говорят и пишут нам другие блогеры а также в основном это иностранные вот смотрите крышка кстати крышка защиты от детей и и и как на этих жаропонижающих лекарств надо сначала сильно нажать и потом повернуть только потом она открывается иначе чтобы не дай бог ваши дитя туда ничего с этим не сделала все закрыто пару плотно на запах она пахнет вот знаете если вы были когда-нибудь в мебельном цехе где делают мебель где покрывают лаком если вы занимались деревообработкой то вот вам знаком этот запах я читала на каких-то я сейчас не помню наверное это был сайт производителя или это какие-то были характеристики в магазине я не помню сейчас что он алкидный по своему опыту скажу что однажды у меня был печальный опыт совмещения масляных красок и алкидный алкидного лака я лепила из глины фигуры грунтовала то есть обжигала грунтовала их и потом украсила масляной краской и вот когда мне настало черед просохшую масляную краску покрывать лаком я взяла алкидный потому что деревянные изделия прекрасно покрывались алкидным лаком он такой дает толстую стеклянную такую стеклоподобную блестящую пленочку из строительного магазина такая банка с лаком вот и я думаю ну возьму-ка я для фигурок тоже что прям все красиво было что блестело как вот магазине яичко пасхальное да чтоб прям все круто и что я наблюдала как только у меня масло вернее как сказать как только я покрыла изделие и оставила его сушиться нужно чтобы лак стекал лишний я обнаружила что минут через пять у меня вся краска вот так вот встала вот дыбом вот кудрями такими знаете как вот когда побелка да когда затопит ну я не знаю стену в подъезде или там не знаю не дай бог там кухню да на верхних этажах то побелка со стены вот краска она такими барашками вот такими да от отлепляется и загибается вот это произошло с моей масляной краской с уже готовым изделием поэтому я вот сейчас купила вот эту штуку я все внимательно изучила какие иностранные художники этим пользуются как они там вот прям на картинах рисуются с помощью вот этого и честно говоря мне немножко страхово что вдруг со мной это не сработает потому что у меня был негативный опыт по инструкции надо совсем небольшое количество и вот вот такого количества должно хватить буквально там я не знаю на полметра квадратных точно и давайте смешаем с двумя разными красками значит что я могу сказать про эти краски шневская палитра она сохнет как бы стандартно скажем так нормальненько а вот вот эта вот красочка других моих выкрасках она показала что она не сохнет буквально две-три недели даже почти месяц она у меня сохла причем выкраска плоская была то есть это не было пастозное наложение то есть при всем при том что в ней много белил и белильные краски они сохнут дольше тем не менее белила наши мастер-классовские вы высохли быстрее понимаете то есть это вообще я уже думаю ну когда же она у меня высохнет вот эта вот красочка то это ferrario когда же уже наконец я смогу выкраску сложить на место потому что она мешается мне и лежит пыль собирает давно масляная она же липкая давайте пробовать вот наконец-то она досохла и я думаю и вообще была поражена мягко говоря тем как долго это происходит давайте разные толщины сейчас накрашу вот для чистоты эксперимента вот здесь я размещу просто краску потоньше вот так размажу и вот тут вот с ликвином рядышком примерно плотности похожий разный оттенок получился потому что после вытирания кисточки вот тряпочку у меня осталось немножко сиреневого вернее петербургской лиловый вот кстати мне очень понравился цвет петербургская серая вот такая вот мне прям очень зашла вот она такая приятненькая такого цвета серебристая какая-то такая что ли но без блеска очень очень понравилось но она составная имейте ввиду при разбавлении разбавителями она распадается на какой-то желтушный немножко оттенок и там выходят белые серые и желтые так и давайте вот сейчас значит так на ликвине вот эту лиловую петербургскую вот так вот размажем вытираю кисточку чтобы ликвину брать и разнесу просто масляную краску без добавок то есть мы свяжем вот этим вот это у нас без ликвина сейчас мы так вот немножко смочим и вот эти вот две с ликвином даже три вот так вот за этими тремя будем наблюдать вообще очень такой трудоемкий процесс отмывания кистей от масляной краски я сделала следующее значит так а это это тройник это я не туда залезла ведь немножко подкрашенный я его не узнала это тройник так и теперь вторую баночку опа вот вот здесь уже конечно не очень приятно это я иногда использую пинцет и но сейчас хотя можно и взять конечно вот капельки эти все убираем да это как раз вот разбавитель номер 4 добавим ему немножко цвета сейчас я вам покажу еще пока сохнет наша выкраска я вам покажу еще одну свою придумку как придумка я смогу смотрю того что делают другие потому что у меня банально не остается на это времени поэтому приходится изобретать чаще всего умные мысли приходят когда ты не можешь что-то сделать да там где-то подсмотреть записать просто вот брякнула в голову и потом думаю чтоб она не пропала эта мышца так вот что я для себя сделала чтобы мыть кисточки я вот такую вот баночку это была какая-то паста ореховая что-то вот из магазина там нормальной этой экзотические нормальной еды здоровой там да тупы вот то есть какая-то паста была я вымыла баночку посмотрите вот подписала что разбавитель номер 4 для мытья то есть я специально выделила разбавитель сюда для того чтобы кстати крышечки обязательно вот с такими прокладками иначе у вас вонять будет страшно просто то что я не люблю в масляной живописи вот мне очень нравится как краски пахнут мне прямо раздражает как пахнет этот растворитель и бог бы с ним можно привыкнуть но здесь один большой минус у меня после работы день возникает ощущение что у меня не голова какой-то я не знаю чан казан какой-то в общем что-то страшное с головой мне физически нехорошо голова кружится поэтому даже если проветриваю все равно воняет и вот честно говоря я тут получила большой заказ большой коробка была большая из-за холстов вот смотрите уже да уже подсыхает прям видно вот правда часть масла питалась как я и говорила бумага промокает вот в большой коробке лежала вот это кисточка сейчас покажу вот такая вот кисточка и 8 холстов для моего большого выставочного проекта 8 это только партия еще небольшая поэтому будет будет еще больше а вот и я в самый последний момент когда стояла связном и получал эту посылку из красного карандаша я думаю боже мой я забыла разбавитель слабо ой там без запаха вот новинка от невской палитры думаю так как я живу не в москве и мне все приходит посылками было конечно на себя досада была такая что вот я прошляпила но придется теперь еще одну за один заказ делать вот смотрите значит прошло у нас с вами минут наверное 5-6 сюда да здесь есть липкость вот видно что от пальца остается палец вот заляпанный вытираю палец вытерла лезем сюда еще липкости есть но смотрите уже меньше так чуть-чуть блеска есть на голубой значит смотрим голубая она прям вот видите марается и теперь вот сюда с ликвина мне даже пошоркаю посмотрите буквально знаете я вам скажу что здесь какие-то белила вот прям вот как по белка да вот на пальце видите белые и все то есть если я возьму вот другой чистый палец так вот потру я тоже останутся немножко эти белила что происходит здесь весь нас происходит вот что пока что но времени прошло мало на самом деле надо минут 15 как я поняла вот чтобы это все действительно засохла с другой стороны когда вы пишете небольшие работу какие-то зарисовки какие-то макеты себе до продумываете накидываете и тут будет будущей картины то конечно же даже такая высыхаемость она уже хороша то есть вы уже поверх можете что-то делать например давайте поверх голубого положим еще вот этот сейчас я вытру кисточку беру максимальное количество краски не убралось давайте вытирать еще раз более тщательно и попытаемся смешать вот уже не смешивается прямо вот видно что не смешивается она просто ложится поверх а вот здесь смотрите здесь идет небольшое смешение вот видите белила поднимаются видите белеет краска то есть эта краска еще не высохла голубая а вот здесь она уже достаточно подсохла она схватилась и она уже не способна реагировать с верхней краской так и давайте сделаем перекрестная на голубой красочкой на сиреневый этот на лиловый так я тоже беру смесь ликвинов что-то я задеваю камеру очень тесно так значит это ликвиновая а это нет на ликвиновая то есть так побольше надо взять вот уже мне даже на палитре она стала более вязкая это смесь ты полупрозрачная прям замешиваю заново чуть-чуть ликвина добавляю смотрите значит накладываю вот непонятно да потому что мне кисточка уже в лилову вот так вот скажем я просто пальцем тогда возьму и посмотрим здесь еще не досохла вы видите что она смешивается она делится еще то есть наши краски сохнут на нашей краски ликвин действует меньше чем на импортные чем на европейские то есть надо чуть-чуть подольше подождать так и если я вот сюда она чистый вот этот просто невской палитру без ликвина вот посмотрите вообще все смешивается если здесь у нас такой вот часть осталось до скажем так вот она осталась то здесь вот давайте еще внесу сюда вот это видите она прям тонет краски однозначно меня это порадовало я так понимаю что ничего дыбом подниматься не будет это прям развивая развеивает мои страхи потому что ну честно говоря мне было очень жаль смотреть на то как умирает работа которую я лепила потом красила грунтовала до потом красил и так далее это все было бережно сделано в реалистичной манере ну вот такая вот печаль постигла меня тогда видимо делаю вывод что скорее всего в строительных алкидных лаках немного другой состав потому что во первых это строительная краска все таки ну то есть строительный материал да вот покрывной а здесь это такая уже адаптированная к художественным краскам жидкость которая все-таки более щадящие так значит тут у нас написано что вот эта разновидность кстати ликвин бывает разный и вот такая вот разновидность fine detail это для мелких деталей для проработки то есть она как я поняла сохнет еще быстрее а есть ликвина original он по моему потемнее вот у него вот этот цвет сам и его еще предстоит попробовать но я надеюсь что мне дадут протестировать не покупая потому что на самом деле у меня таких объемов масляной живописи нет чтобы это все потратила при жизни поэтому хочется где-нибудь на фестивале это попробовать просто и принять для себя решению и рассказать об этом вам что выбирать потому что понятно дело что у меня нет нефти качки которая бы позволила затариваться абсолютно любыми товарами в любых количествах и там хочу пробую хочу нет и я придерживаюсь того что нужно если у тебя есть какая-то возможность приобрести сравнить и описать и поделиться с этим с людьми у которых может быть такая же проблема не ищут отзывы они ищут сравнения они ищут какую-то информацию при выборе то я всегда делюсь потому что я тоже стою в позицию того кто хотел бы других получать точно такой же точно такую же информацию когда мне что-то важно выбирать выбирать особенно если это стоит недешево например ну вот это вот 500 590 рублей стоило а вот я не считаю что то это не не адски дорого но все равно да это 500 ну 600 рублей по факту вот хотя он бывает жидкости подешевле вот есть другой способ разбавления подсушивания быстрого но он такой знаете ли более более рискованный я скажу так почему вот смотрите да проваливается провалилась только что на резиночка сейчас я возьму пинцет оттуда достану так вот и более рискованный не хочет полизать ладно потом более рискованный это просто взять растворитель и вот так вот размыть но что мы видим мы видим что если мы возьмем растворитель вот так вот сделаем краску более жидкой нанесем ее сюда да конечно вы высохнет быстро смотрите растворитель быстро впитывается в бумагу оставляя красную то есть он тащит масло за собой а вот все пигменты все красочки они остаются сверху для этюдов это пойдет но как бы для работы на холсте конечно нужно чтобы была хорошая грунтовка пропитка чтобы не было вот этого проседания туда внутрь вот тем не менее как я когда обычно работаю по опыту могу сказать что вот на растворителе можно работать тоже можно какие-то мелкие детали прописывать но есть один большой минус и я надеюсь что этот минус мне компенсирует ликвин я буду пробовать обо всем вам обязательно расскажу так вот минус в том что когда прописываешь тонкие детали например какие-то линии тонкие ну вот у животных это усы какие-то шерстинки то краска становится прозрачная смотрите что делается все туда засела крепко а я я я все теперь она на дне как я поступаю в таких случаях когда мне нужно вот этот вот разбавитель убрать чтобы вытащить туда застрявшая до резиночку мать я нельзя сливать растворитель канализацию это вообще очень опасно и и нехорошо во первых во вторых ваши же трубы резинки в них могут деформироваться труба начнет протекать ну вот такой привет от соседей будет до которых вы затопите однажды вот смотрите мой способ можно использовать вот такую мягкую бумагу можно использовать салфетки кстати мне очень нравится вот такая именно бумажка плане для рисования то есть это у меня специально для рисования рулончик лежит я так я втыкаю и держу видите бумага всасывает в себя все что там есть и осушает вот это уже можно выкинуть в мусорку сейчас я еще до впитываю почему я так делаю потому что лучше вы выкинете в мусорку кстати лучше сразу отнести потом это то что у вас там набралось потому что вонять будет страшно я иногда на балкон выношу вот эту вот корзинку с мусором свою то есть это у меня есть отдельное рисовальное мусорное ведро вот я ее вынесу на балкон позже так вот чтобы она не воняла потому что дома иногда с порога ощущается присутствие художника в доме все видите застряла вот будьте аккуратны с этими как и называется с этими масленками но все же я продолжаю настаивать на том что это вот самый удобный вариант масленки из тех что я пробовала еще вот такой вот инструмент есть классный кстати купила в радиодеталях для чего-то он там нужен не знаю о вот смотрите еще им телефоны кстати открывать хорошо я прям сегодня вам лайфхак как выдала не знаю сколько штук пользуйтесь на здоровье вот такая штука 200 рублей стоило здесь вот круглая здесь такая вот заостренная но она не режется это вот у нее тупой край очень удобно вот и теперь можно достать сюда стать протереть и протирая я без без не тканый материал в общем без ворсовая вот салфетка вот такие вот штуки я надеюсь вам было интересно если у вас есть какие-то вопросы или что-то вы хотите узнать может быть каких-то материалах может быть они если у меня есть я бы сняла про них какое-то видео вам объясняющие как этим пользоваться так что пишите пожалуйста вот я конечно же сделаю но правда по времени не обещаю когда поэтому поэтому писать то вы пишите я все принимаю все записываю себе в график и по мере возможности делаю просто так как у меня трое детей младше она у нас еще в садик ходит да вот недавно нам дали садик и поэтому мне не всегда есть возможность то есть когда она болеет или когда выходные конечно же дома я не могу снимать видео в эти дни смотрите да из-за резиночки начало проливаться но тут я видимо наклонила вообще честно скажу что вот такое проливание у меня сейчас впервые потому что я за долгое время использования она мне была криво закрыта я криво закрыла кстати да резиночки мешает когда они деформируются они начинают мешать закрывать ровно поэтому очень внимательно аккуратно закрывайте начал будет такой эффект как у меня сейчас то есть она просто протекло потому что он вот я не могу наклонить сейчас потому что она у меня криво закрыта криво завернута была всегда проверяйте я очень туго закручиваю сейчас уже можно повернуть вот уже более-менее и домакиваю и все и у меня будет готова уже к вливанию нового растворителя чистенького туда так вот все дорогими не буду больше тратить ваше время я надеюсь что чем-то я там сегодня помогла вот кстати еще такой нюансик небольшой да вот на растворитель да то что мы делали посмотрите все равно марается теперь ликвин давайте вот чистым пальцем меньше голубую вот сейчас посмотрим практически мало да в основном марается наше фиолетовое лиловое вот такие вот дела все всем пока до новых встреч и интересных вам экспериментов